Здравствуйте! В прямом эфире новости с обзором главных событий в пятнице и в студии Наталья Данина. И сегодня в выпуске. Конкурсный управляющий курорта озера Ширап предложил прекратить деятельность знаменитой здравницы. Люди возмущены. Цены нет этому курорту. Здесь люди приезжают с Владивостока, с Комсомольска-Наамуры, с Хабаровска, с Москвы сегодня приехали. А мы местные свои, мы вообще все это тратим и не ценим. Впервые за последние годы бюджетникам Хакасии будут индексировать зарплату, причем дважды в год. Мы с вами, да, наверное, никогда в последние годы, я уж не знаю, лет 10, не предусматривали никакой индексации. Сельчане завершают уборочную кампанию. Несмотря на то, что погода Хакасии испортилась, страда закончится к 25 октября. После этого начнется активная подготовка ко Дню работников сельского хозяйства, который в Хакасии празднуется в 20-х числах ноября. Спасатели вынесли корреспондента РТС из опасной зоны на пожаре, который, по легенде, учений произошел в Республиканском драмтеатре. Премьера в Читагене – первая в новом сезоне и в новом здании театра. Режиссер Баатар Калаев. Сельчане – первая в новом сезоне и в новом сезоне. Вопросы телезрителей и пользователей соцсетей. Вопросы можно задавать во всех социальных сетях РТС. Параллельно мы будем вести онлайн-трансляцию во ВКонтакте, Одноклассниках и на Ютуб. Министры Хакасии будут больше времени уделять соцсетям. Это новое требование к работе исполнительных органов власти, сообщили в правительстве. Глава Хакасии обозначил задачу – активное присутствие каждого руководителя в соцсетях. Личное внимание ко всем обращениям, комментариям, оперативное решение проблем, выстраивание прямого диалога между властью и населением. За год республиканскими ведомствами отработано свыше 7,5 тысяч обращений в соцсетях. Больше всего вопросов по ЖКХ и благоустройству. Курорт озера Шира в центре внимания. Конкурсный управляющий предложил прекратить хозяйственную деятельность одной из старейших здравниц Сибири. Что происходит с курортом сейчас, выяснял Оскар Артамонов. О целебной силе воды и грязи озера Шира было известно еще в дореволюционные времена. В начале 20 века здесь отдыхали самые зажиточные люди Енисейской губернии. Курорт озера Шира имеет 120-летнюю историю. Каждый год на его берегах поправляют здоровье тысячи людей. Уже, наверное, по 9-10 лет сюда ездим каждый год. Лечение отличное. После него просто душа и тело отдыхает. Целый год. И жить охотой, конечно. У меня сын не мог долго ходить. Травма была. И когда мы здесь вылечились, потом приезжает, он домой приехал, машину открывает и бежит по улице, кричит, бабуля, смотри, я бегу. Цены нет этому курорту. Здесь люди приезжают с Владивостока, с Комсомольска на Амуры, с Хабаровска, с Москвы сегодня приехали. А мы местные свои, мы вообще все это тратим и не ценим. Так выглядят корпуса курорта сегодня. Инфраструктура обветшала и требуются немалые деньги, чтобы дать этому месту второе дыхание. С 2013 года курорт пережил два банкротства. Судебные тяжбы продолжаются и поныне. На прошлой неделе прошло очередное собрание кредиторов. Конкурсный управляющий Сергей Пак вынес на обсуждение вопрос о прекращении хозяйственной деятельности. Главный акционер курорта – Федерация профсоюзов Хакасии. Кредиторы единогласно отказали конкурсному управляющему в прекращении деятельности, поскольку полагают, что если деятельность курорта прекратить, то в принципе возобновить его деятельность станет невозможной и приведет к утрате имущественного комплекса в целом. Что также нельзя допустить, потому что организация все-таки у нас градообразующая. Сам конкурсный управляющий проживает в Красноярске. В телефонном разговоре он посетовал на то, что не хватает денег на покрытие текущих коммунальных платежей. В свою очередь кредиторы и акционеры явно недовольны его работой. Буквально на днях арбитражный суд рассмотрит их жалобу по отстранению управляющего. Впрочем, несмотря на все разногласия тяжбы, стороны едины в одном. Курорт остро нуждается в инвесторе, и его поиски продолжаются по сей день. Оскар Артамонов, Станислав Колченаев, РТС. Первые снегири прилетели в национальный парк Шушенский Бор, причем раньше обычного. Традиционно миграция к местам зимовки у них начинается со второй половины ноября, совпадая с началом морозов и установления снежного покрова. Поэтому увидеть снегирей на еще зеленой ветке вяза – явление довольно необычное, рассказали в пресс-службе национального парка. Зимующие птицы пожаловали в Шушенский Бор сразу двух видов – снегири обыкновенные и длиннохвостые. Возможно, раннее прибытие зимующих птиц является предвестником скорого наступления холодов. Абазу уже укутал снег. В социальных сетях появилось видео от водителей по заснеженной дороге. Рулевые не советуют ехать в этом направлении на летней резине. Скользко. Госавтоинспекция Хакасии еще накануне призвала автолюбителей переобуть технику и быть осторожнее на дорогах. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются еще и в выходные дни. Сбербанк подал заявление о банкротстве Алексея Голышева, сына бывшего первого зама главы Хакасии Александра Голышева, а также супруги бывшего чиновника Людмилы Голышевой. Как следует из материалов дела, Голышева и ее сын задолжали банку 12 миллионов 300 тысяч рублей. Оба были поручителями по кредитам у Голышева-старшего. А когда его посадили, не смогли платить, сообщает информагентство Хакасия. Недвижимость, золото и авто семейства выставлены на продажу. Напомню, бывший первый зам главы Хакасии Александр Голышев, директор Хакрисводоканала Олег Базиев и его зам Ирина Олешкевич получили сроки по уголовному делу об особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Общий ущерб госпредприятию оценен в 194 миллиона рублей. Голышеву дали 6 лет колонии, Базиеву 5,5 лет, Ирина Олешкевич, 2,5 года лишения свободы. Амбициозные планы так оценила министр финансов Хакасии и бюджет республики на следующий год. Его проект представили президиуму Верховного Совета Региона. Что предложили депутаты, расскажет Ольга Барловская. 24 миллиарда рублей по доходам предполагаемый бюджет Хакасии на следующий год. Рост сразу на 3,5 миллиарда по сравнению с этим годом. Раньше был намного меньше. Планы амбициозные, но будем стараться их достичь, заявила Ирина Войнова. Заложена зарплата в полном объеме еще и с индексацией. Мы с вами, да, наверное, никогда в последние годы, я уж не знаю, лет 10, не предусматривали никакой индексации. Я имею в виду всю бюджетную сферу, за исключением указников и мротников. Мы предусмотрели две индексации. Одна на 4,3% с 1 января, и вторая с 1 октября 2020 года на 3%. Также впервые за много лет проиндексируют на 3% меры соцподдержки. Заложены суммы на развитие туризма, на поддержку сельского хозяйства, госгарантии по здравоохранению, на пожарных добровольцев, 10 миллионов на дачи, столько же на уличное освещение муниципалитетов. Значительные средства на проектно-сметную документацию, котельных для приискового, тёй, аскиза, а также водопроводы, канализацию, очистные в населенных пунктах. Строить их предполагают на федеральные деньги по нацпроектам. Пожелание депутатов показать Москве реальный бюджет региона и заявляться во все программы. Мы реальную картину должны показать, и не надо стесняться только. А так мы раз постесняемся, еще раз ужмемся, и все. А вот то, что члены правительства надо сказать. И сельского хозяйства, и лесного, и природнодзора, и все, кто требует, чтобы они доработали. Чтобы они доработали. Жилищного, коммунального хозяйства и строительства. Депутаты рекомендовали добавить средства на жилье для детей-сирот, увеличить расходы на поддержку малого бизнеса, развитие малых сел и еще ряд направлений. Минфин попросил все предложения представить до конца рабочей недели, до принятия бюджета остались считанные дни. Ольга Барловская, Руслан Шалгынов, РТС. Два подростка были сбиты машинами на зебрах сегодня утром. Первое ДТП произошло в Абакане на улице Советской в районе торгового центра Браво. 13-летний школьник переходил дорогу по зебре. Водитель иномарки пояснил, что отвлекся во время движения и не заметил мальчика. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой увезли в больницу. В Усть-Ибакане на улице Кирова также на нерегулируемом пешеходнике водитель внедорожника сбил 16-летнюю девочку. Со слов очевидцев, она госпитализирована в бессознательном состоянии. Автопатрули ГИБДД в Хакасии заговорили с пешеходами. О правилах безопасности теперь напоминают прямо на улицах. Сегодня в Хакасии стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание! Пешеход!». Все патрульные автомобили госавтоинспекции напоминают пешеходам о правилах перехода проезжей части при помощи громкоговорителей. Начинаете переходить дорогу только после того, как убедить, что все автомобили остановились и пропускают вас. Сделано это для того, чтобы привлечь внимание пешеходов и обезопасить их от неодуманного перехода проезжей части там, где этого делать нельзя. Поводом для таких мер послужила печальная статистика. Только в этом году на дорогах Хакасии пострадало в авариях 84 пешехода. 14 человек погибли. Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до конца следующей недели. Инспекторы просят взрослых участников движения самих обращать внимание на соблюдение правил и, что важнее, напоминать о них детям. В Хакасии двое детей из неблагополучной семьи попали в больницу и реабилитационный центр. Во время рейда инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили, что мать мальчиков не выполняет обязанностей по их содержанию и воспитанию. Условия, в которых они живут, ужасны. Антисанитария, отсутствие электричества, обилие тараканов, даже в приготовленной пище. У детей не было кроваток. Младший ребенок, которому нет и трех месяцев, спал с мамой на матрасе на полу. Сейчас малыш помещен в детскую больницу. Его шестилетний братик направлен в реабилитационный центр. Известно, что их мать уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей. Строительство радиологического корпуса в рамках нацпроекта в Абакане идет по графику. Стоимость строительства около миллиарда рублей. В этом году подрядчики освоят лишь треть. Причем большая часть пойдет на авансирование закупки медоборудования, благодаря которому станет возможным диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях. Это позволит снизить уровень смертности от раковых заболеваний. Новый корпус будет включать отделение консультативного приема, топометрии, радиотерапии, учебно-метологический центр. Пропускная способность до 336 пациентов в день и до 84 тысяч пациентов в год. Завершить строительные работы планируется в октябре 2021 года. Сегодня главному парламентарию Хакасии исполнилось 80 лет. Владимир Штыгашев один из тех, кто стоял у истоков зарождения республики, возглавляя Верховный Совет с 92-го года. Честование юбиляра прошло в торжественной обстановке. В Большом зале Верховного Совета торжество в честь 80-летия Владимира Штыгашева. Родился в селе Таштыб, трудовую деятельность начал рабочим геолого-разведочной экспедиции. Затем, работав в правоохранительных органах, занимал партийные руководящие посты. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. Работал в Совете Федерации. Депутат Верховного Совета Хакасии с 1 по 7 созыва. И вот уже 27 лет возглавляет Респарламент. Сегодня юбиляр скромно избегал речей, а вот поздравительные выступления не смолкали. Зачитано обращение от председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Уважаемый Владимир Николаевич, от всей души поздравляю вас с юбилеем. Ваши наголения и добросовестные труды на ответственном поступке Среди Верховного Совета Республики Хакасия заслуживают глубокого уважения. Вы запоминали себя дальновидным и инициативным уважением. Среди многочисленных наград Владимира Николаевича Ордена почета, дружбы за заслуги перед Хакасией, почетная грамота президента России, 10 медалей. Сегодня ему присвоено звание почетный гражданин Республики Хакасия. Для Республики вы особенный человек. В течение многолетней деятельности вы демонстрировали всем нам высокий уровень компетентности и ответственности, полную самоотдачу при решении любых сложнейших государственных задач. Валентин Коновалов сделал юбиляру оригинальный подарок. Копию первой страницы газеты «Советская Хакасия» 1982 года с публикацией об избрании Владимира Николаевича председателем Исполнительного комитета областного совета. Ольга Барловская, Скоро Артамонов, Станислав Колчинаев, РТС. Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты, сообщили сегодня известия. Ведомство готовит законопроект о поэтапном сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов. Опрошенные известиями экологи считают, что эту меру нужно включить в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году. Аграрии Хакасии завершили страду над 95%. Дело за малым осталось убрать 2500 гектаров гречихи, кукурузы и рапса. Данные озвучили сегодня в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики. Подробности у Андрея Пахабова. 20-20 не раз гектара. Столько аграриям республики удалось намолотить в уходящем сезоне. В профильном ведомстве отмечают цифра более чем достойная. За последние 10 лет таких показателей в Хакасии не было. В урожайных лидерах Ширинский, Арджоникидзовский, Бейский и Алтайские районы. Убрана большая часть культур. У нас еще осталось 90 гектар кукурузы. Это в Алтайском районе на семена. Остальные районы уже закончили. Но 100% мы уже закончили пшеницу, ячмень, овес. Это мы уже убрали. По словам министра, помогло бабье лето. Конец сентября и первая половина октября выдались теплыми и недождливыми. Техника в поля вышла без проблем. Сейчас фермеры в ожидании холодов сеножом их хозяйства обеспечены. Показатели кормозаготовки получились даже выше, чем в прошлом году. Что касается посевной кампании 2020 года, то агарии подготовились и к ней. Уже заложено 10 тысяч тонн семян. В Министерстве сельского хозяйства республики подчеркивают, несмотря на то, что погода в Хакасии испортилась, страда закончится к 25 октября. После этого начнется активная подготовка ко Дню работников сельского хозяйства, который в Хакасии празднуется в 20-х числах ноября. Андрей Пахавов, Антон Михайлов и Андрей Доржу, РТС. Жители Хакасии, которые потеряли работу и не имеют возможности трудоустроиться, могут оформить досрочную пенсию. По инициативе службы занятости пенсия может быть назначена не ранее, чем за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста. Тем, кому в этом и будущем годах будет назначаться пенсия, закон предоставляет льготу, оформится на полгода раньше. Так, во второй половине 2019 года безработному мужчине может быть назначена досрочная пенсия при достижении возраста 58,5 лет, а женщине – 53,5 лет. Выплата такой пенсии прекращается при устройстве на работу или достижении человеком пенсионного возраста. В пенсионный фонд для оформления досрочной пенсии необходимо обращаться, имея на руках направление службы занятости. В нем должна быть указана информация о невозможности найти подходящую работу. Они прожили 60 лет. Школьники Абакана попали в ряды юнормейцев воздушно-космических войск Сибирского федерального университета. Экспериментальный класс открылся пока только в 25-й школе. Здравствуйте, товарищи юнормейцы! Здравствуйте, товарищи, товарищи! Этим ребятам всего по 13 лет, но построение под команды полковника самое настоящее. Школьников приняли в ряды юнормейцев по направлению воздушно-космических вооруженных сил. Учебу семиклассники проходят на военной кафедре Сибирского федерального университета. Военно-инженерный институт уже не первый год занимается с подобным классом, организованным в гимназии номер 13 в Академгородке. И вот берем их опыт. Составили программу за это летом из 25-й школы. Занятие раз в неделю по пятницам включает в себя теоретическую подготовку. Здесь есть кружок по робототехнике, но с учетом особого направления юнормейцев им предложили заняться авиамоделированием. Кроме того, школьники проходят стройподготовку, изучают сборку-разборку автомата. Мы научились шагать у нас, мы научились здороваться, выполнять разные команды. Именно нашему классу мы все слаженно и нам очень интересно. Мы живем прям как одна команда. Мы рассматривали снаряды и что внутри снарядов самих. И смотрели в прицелы, тоже интересно. Самые значимые войски это ракетно-воздушные войски в России. Самые ответственные, которые защищают нашу страну от вторжений и нападений других стран. Уже 30 октября новобранцы юнормии официально примут присягу. Огнеборцы Хакасии спасли корреспондента РТС на пожаре в драмтеатре. Правда, возгорание было ненастоящим. Такова легенда пожарных учений. Подробности в нашем репортаже. По легенде, возгорание в драмтеатре произошло на сцене. В зрительном зале остались люди. Работать пожарным приходится в тяжелых условиях. В здании плотная дымовая завеса. Пожар усиливается, но ликвидировать его огнеборцы не могут. Сейчас это второстепенное задание. Самая главная задача огнеборцев во время пожара – это спасение людей. Сейчас мы находимся в зале, где как раз таки произошло возгорание, кругом задымление. У пожарных очень много времени на то, чтобы меня спасти. Надеюсь, со своей задачей они справятся. Из горячего помещения огнеборцы вывели еще двух пострадавших, а затем приступили к тушению огня. Площадь условного пожара составила 200 квадратных метров. Участниками учений стали все пожарные части Абакана. Задействовано 35 человек и 6 единиц техники. Также к тренировке привлекли студентов, которые только учатся пожарному делу. Пожарно-тактические учения проводятся у нас ежегодно на различных объектах с целью изучения объекта, планировки зданий, чтобы личный состав мог в случае возникновения пожара быстро сориентироваться на том или ином объекте. Кроме того, учения помогают спасателям отрабатывать профессиональные навыки, учиться работать в команде и быстро принимать решения в сложных условиях. Сегодня во время тренировки проверить себя смогли и сотрудники драмтеатра. Огнеборцы оценили правильность их действий при обнаружении пожара и эвакуации зрителей. По мнению специалистов, со своими задачами персонал справился хорошо. Такую же оценку руководители учений дали и работе пожарных. Виктория Титова, Руслан Шалгынов, РТС. Премьера в Читогене. Первая в новом здании. В четверг вечером театр представил спектакль по мотивам старинной хакасской легенды Чанархус. Жанр постановки лирический хоррор. Легенда о Чанархусе, охотнике. История уже много веков не оставляет творческие умы. Но этот раз она звучала в совершенно иной форме. Давно не было материала такого национального, чтобы он был связан с легендами, с эпосом. А я предложил им осовременить это. Я взял часть фрагмента из пьесы и легенду. Остальное мы уже сочинили вместе с артистами. То есть это получается специальное сочиненное произведение для театра Читогена. По замыслу режиссера, охотник-чанархус – герой современного времени. Он внезапно становится ханом, богатеет и начинает играть. С судьбами людей и собственной жизнью. Испытание дарами судьбы не выдерживает. Зрители заранее предвкушали необычную трактовку и с нетерпением ждали начала постановки. Режиссер Батрик Алаев, мы естественно знаем, что он всегда, всегда что-то необычное подготавливает для зрителей. Поэтому вот этот пример особенно интересен. Тем более Чанархус эту легенду подавали и все, в том числе она была у нас, как телеверсия. Это короткометражный фильм Михаила Мерзликина. Вот здесь интересно будет именно интерпретация Батрик Алаева и это в таком сценическом исполнении. Кстати, атрибутами постановки стали современные вещи. О седой древности напоминали лишь некоторые элементы и реплики артистов. Текст выдержки из героического эпоса Хакасов. Такое сочетание поразило зрителей и поклонников Читогена, и тех, кто пришел сюда впервые. Напомню, любители искусства в атмосферу нового дома, национального театра окунулись в первый раз. Новоселье Читоген отпраздновал в сентябре. Новое здание, талантливый самобытный коллектив получил в подарок от республиканского правительства. Близятся выходные, а значит время отдыхать и набираться впечатлений. В рубрике «Соцсети сегодня» покажем, как зарядиться позитивом. Денис Сорокин Прическа называется «Я у папы дурачок». Знаменитые слова из фильма «Полосатый рейс» вполне заслуживает и Лемик из Абаканского зоопарка. Работники центра говорят, разве это дикий зверь дурачится? Подросток. Счастье для пеликанов – поймать рыбку в водоеме. Посетители зоопарка успели запечатлеть, как обедают белые птицы. Это видео прислали наши телезрители. Вот как подфартила та кокер-спаниель у Мэгги. Радушная хозяйка угощает любимицу не одним мороженым, а сразу двумя. Правда, клубничная больше по вкусу американки. От базилика нос воротит. Базилик? Ой. Как-то не по-человечески отдыхает тувинская детвора. Дети в Кызыле не нашли чем заняться. Походу, батута в городе нет, раз по машинам скачут. Если вы стали свидетелями чего-то необычного и интересного, прислайте свои фото и видео в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру, указанному на экране. Это все на сегодня. Хороших выходных! Продолжение следует...